здравствуйте друзья мы с вами отправляемся на очередную бродилку со светланой которая шикарно выглядит вот моя зритель подстрижена сегодня мы подстригли светеными усилиями вот я тоже пожалуйста друзья тоже подстриженный блогер столько комплиментов света я сегодня получил в стриме и в твой адрес за хорошую добросовестную стрижку на такую медаль выпустить за стрижку в пандемии сейчас уже откроется парикмахерский метис кажется я бы даже не хотела даже если они откроются заходить до придется друзья всех парикмахеров в тестировщики период переучить кто-то ходит до что света у нас за тенденция такая ни одну маску одевать на человека сразу две причем говорят одна маска на антифа другая просто нас трепишная а еще сверху закрыть плаф прозрачным этим полиэтиленом где наш полиэтилен скажи у нас же были этих как ну вот это пластиковые щитки у тебя один а мой где я выходил я бы ходил все прозрачно ходишь как космонавт космонавт ты помнишь анекдот был там про венерические заболевания или про спид это был от спида да хотя обмазывал там до обмазывал клеем там пленкой заливал жидким этим асфальтом это потом главное никаких женщин ну да ну вот мы примерно живем в такое же время слезы уже дышать вообще нельзя то есть уже все нужно носить не одну маску а две потому что эти вирусы сволочи актируются и становятся более заразными и более убийственными они должны по идее понимаешь чем он больше распространяется нужно быть менее убийств он должен быть ближе к обычному гриппу да но на самом деле не получается все это там возникают новые штаммы это знаешь как называется новые борцы появляются получается полная какая-то хрень то есть вообще не дышать слушай а ты обратил внимание что в этом году вообще никто не болел там обычным гриппом под одну метелку гриппом гриппом люди болеют то что они заражаются да гриппом да если ты сидишь дома и дарим не контактирует а из-за этого где взять грипп если сделали от гриппа прививки да а вы делали да мы же ходили в аптеке в аптеке сейчас значит приняли стратегическое решение администрация байдена приняла значит до раздать прививки по аптекам пусть там делают сказали что начиная с апреля это всем желающим будут делать вот до апреля они тех кого в первую очередь смотри они будут делать всем желающим желающих будет много дороги хотят куда-то ходить ну конечно конечно все равно очереди поэтому мы подождем пока мы пришли делать обычную прививку вообще никого не было после если бы я уже сегодня привился так я бы сам поехал в алабаму забирать свою собачку да ладно слушая как у тебя что есть гарантия что ты с этой прививкой не заразишься вот скажи мне пожалуйста какая у тебя есть гарантия никакой гарантии нет но света ты боим правильно это до всякой пандемии ты ехала летела в самолете и ты все ребенок там все время заболевала гриппа вала потом правильно вот поэтому мне написала лариса лариса наша лариса который мне резюме помогает делать на что же выглядит я бы съездила вам за собачкой так они еще не поздно если она хочет туда-сюда гонять пусть едет на самом деле есть есть элемент профессионализма понимаешь человек который зарабатывает на жизнь тем что возит собачек это не просто хороший она мне до сих пор не от который любит собачек вот я из когда сказал давай интригу снимем я да сейчас расскажу значит дело в том что в условиях пандемии очень многие авиалинии не хотят не разрешают возить животных а почему в салоне вот я не знаю маленьких я не знаю салоне не в салоне в общем это стала какая-то проблема так и вот эти бридеры наши которые говорят что они раньше там спокойно отправляли неких правда не было у них остался только один проводник причем я просто проводник сервис правой керриер до остался один только и я пошла на их в сайт я вообще не поняла какое отношение не имеет к собакам потому что там было что-то типа продленного дня слушай а с пальмой стала ты посмотри но это не то это 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 не нет там же тонко может быть очень странно тут ладно идем да непонятно все с пальмой так а вот это невысокая хорошо идем дальше вот и не поняла вообще что это за самую за услуги потому что было впечатление что они обеспечивают детям продленный день после школы нам сказали что за 2000 они довезут они стали не две тысячи не стали минимум три с половиной за доставку за доставка такой чужой пешком придут в общем конечно да и горит а хотите мы вам квоту там да у них узнаем я курни не хочу короче говоря какая какая история случился нас и друзья недавно приобрели собаку наши зрители видели собаку в пути до черного черного и вот им тоже привезли я из какого-то другого штата причем привезла сама женщина который выводит этих собак она же еще их и развозит так она взяла за это 500 долларов привезла его в сумке сумка была у нее под сиденьем в самолете в общем все хорошо и я к ним звоню и говорю дайте мне телефон этой тетке это же не рассчитываю на туши она нам сама повезет она слышно кого-то стоит и точно вот видите как важно иметь рекомендации то есть вся страна стоит на рекомендации меня тоже время спрашивают о таких вещах что я удивляюсь но люди думают может он знает нет во первых да да мы иногда обращаемся ко всем кто-то знает кто-то не знает я люблю потому что делать то что когда бизнес они сами себя рекламируют играть мы такие крутые совершенно это не значит что они крутые дальше как когда я про тоже бизнес что-то еще говорит что горитой это дорогого стоит вот мы позвонили ты бредишь который в принципе сама разводит собака неравнодушно к ним это очень важно кроме того среди этих вот услуг полно мошенников вышить собаки же дорогие крадут еще да они значит подписываться вышла не все привезут все выясняют там уезжают 20 собакой всех поэтому конечно это все очень стремно ну вот эта женщина они мне порекомендовали женщину у нее вроде бы есть страничка на фейсбуке и там вроде бы есть благодарны какие-то зрители его зрители клиенты которые говорят что она им привезла и много фотографий как они с этими собаками то есть будем надеяться что она все-таки и до нас довезет дорог вот и запросила она всего-навсего но не бредер я не знаю кто он я сбился значит тебе наши друзья дали тебе бредера которые приза собака бредер у нее не знакомы а и длина ли знакомую дальние знакомы все понял это знакомая спросила меня подробно откуда привозить куда привозить какой вес собаки какая порода собаки там и так далее и сказала что она возьмет за переезд до 750 долларов которые все включается и ее билеты на самолет и там все какие-то которые нужно за собаку платить и так далее так далее плюс она все это уже знает как это делать большое дело ну вот я думаю что все хорошо быть начале апреля на суши у нас апрель бутко знаменательные тесла будет в апреле и зададим мы твою машину в апреле я еще рожусь в апреле и собака будет в апреле слушай я не просто рожусь у меня больше 65 лет это все-таки юбилей да то есть какой-то в общем очень много всего чего будет в апреле вот так что за 750 долларов я считаю что по соотношению там цены этой к цене самой слухи это резона был а три с половиной тысячи техниками дороже чем собака да так вот такие вот дела так что собак и мы вроде бы договорились или не договорились она мне еще не ответила да вот но поскольку это ее цена была то наверное она ответит будет все хорошо как телушка-полушка дарут перевоз ну да дело в том что я знаю что люди сыпают этих собак через маленьких щенков через весь мир да никаких проблем нет идут идут как и карга как грузовая перевозка не знаю но всяком случае перевозят без всяких проблем это буквально из соседнего штата и целое дело но соседнем назвать его нельзя не имея нами так это сложно это было довольно так стрессово найти кого-то и слух вот пожалуйста нашу лариса говорит перевезу вопрос то что она никогда не делала где-то у нее кошки зато есть но если она возила кошек это одно и то же потому что я знаю что там как-то все по-другому это не то что ты просто сам мы могли бы знаешь что сделать вы могли бы совместить поездку за собакой и скажем поездку по стране другое дело что мотели рестораны это как потом сама возвращаться тяжело тогда за дубы тесла обкатали ну ладно так это сложно когда нам у нас есть дата доставки нашей теста или лета у нас нет даже возвращение твоей машины мы взяли ровно в день рождения но я не знаю какие сроки как он давай на тесла у нас нет дата естественно нет тоже на тесла дата зависит от того как издашь свою машину мы хотим чтобы это произошло если не в один день то достаточно близко может перехлёст в один день хорошо значит так ты сказала что ты снимешь завесу ты уже сняла ее или не совсем сужина и катаются кого-то никакой пандемии ну как все в масках и дети в масках так вот завеса была в том что с нас возьмут 750 долларов за собаку вот это вот и доставят нам ее а в чем еще завеса засада какая засада о чем ты сказал я сниму завесу ну завеса я сказала что про собаку ну ну хорошо ладно я не ловлю я пытаюсь понять сняла ты завесу или не сняла если не сняла я бы да сними а если сняла то какую где она была то есть 750 это завеса нет вообще вот сам этот сервис то есть для нас это было стрессово вот все это стрессово стрессово стрессовато света скажи а ты что-то знаешь вот у нас в стране там импичмент какой-то происходит ты что-то слышала я слышала вообще это просто я не знаю тоже слышала да или нет это я слышала если не утром новости слушал понимаешь как я сначала начал начался процесс импичмента с того что демократы стали рассказывать свою точку времени это все ну как бы как дело было да и они сняли видео на самом деле видео знаете как вот второй раз жизни мы уже переживали начнет тут напоминает это как будто мы как форекс гамп вот проходим и мимо нас идут вот такие знаешь серьезные какие-то вещи а мы даже их как-то но мы замечаем что они есть но мы не понимаем масштабности этого делать мы ощутили еще раз масштабность дальше что то есть первый раз вот это здесь 11 сентября когда мы включили телевизор и на наших глазах буквально самолет вырезали в башню и мы сидим так вообще ничего не понимаем что происходит я думаю на какой-то кино да я тоже в этот момент ничего не поняли да и сейчас точно так же во время атаки на этот конгресс мы смотрели были же новости они же показывали все ну да да какие-то там кадры показывали сейчас сейчас это по-другому смотрится даже такое показывали да и надо обойти они сами нас обойдут все ушли казалось ну какая-то вообще чепуха там чепуха но на самом деле сейчас когда сделали документальный фильм когда сняли камер наблюдения пленку показали как человек кричит истошно мне больно помогли этот кадр я видел да я первый раз видел как застрелили эту женщину или эту женщину то есть мы видим и показали всю эту толпу то есть мне казалось ну какие-то люди куда-то там залезли хорошо в итоге а вот то чувствую что было действительно совершено попытка переворота то есть я смотрю этот фильм и для меня нет вопроса что это была попытка переворота чуть-чуть да и уже просто погибли бы там конгресс мера виселица повесили берет давай сюда этого пенс чем его за разрублен на куски мало того а те люди которых арестовали для они открытым текстом говорят нас позвали нас позвал лично президент мы бы так просто не пришли ну хорошо дальше совершенно для меня нет вопросов что это было спровоцировано президентом что это нагнеталось что это была подготовлена за этим не быть подожди ни для кого нет вопросов о попытке государственных переворотов не спрашиваешь курсе я или нет я тебе рассказываю я думал ты в целом нет а дальше выходят защитники трампа сегодня они выступали и говорят что все это лажа вообще что это даже не переворот а так чепуха детский лепет вот что все весь этот фильм это типа выдергивание из контекста хотя там идет прямая речь президент хорошо в контексте что без контекста без контекста у нас каждый имеет право говорите что он хочет вот и не ни к чему он к такому не призывал ну да конечно опять идет подмена понятия опять можно факты заменить какой-то чепухой но нет но если люди они что-то говорят даже на если люди которых арестовали говорят нас позвал президент они говорят он никого не звал но они вот так поняли это какая-то чепуха поэтому можно на белое говорит черное на черное говорить но это почему они занимаются это то чем они занимаются поэтому совершенно непонятно что там будет вообще это ощущение омерзительности состоит в том что мы когда ехали сюда мы думали что в отличие от там советского союза с которым мы уже здесь все-таки страна направлена на людей все-таки люди имеют какое-то значение но сейчас мы видим что точно так же никто не имеет никакого значения что все решается на уровне политических задач и все остальное не имеет вообще никакого значения переворотах переворот черное белое белое черное и все и вообще ниже ничто не имеет никакого значения так ну дальше что ну вот значит они уже там сговорились кто какую точку зрения будет принимать только не заранее было все да они сговорили заранее и они примут ту точку зрения которые хотят но я думаю что для истории да важно то что а сделали этот фильм то что он то останется для истории хотя бы те кто не был живым свидетелем это все они потом посмотрят и ужаснутся но пройдет этот период гитлер тоже когда страна выла от восторга чтобы он представлял ее интересы тоже это было чудовищно все когда он говорил там да немецкая наса в расовых это какие-то моменты в истории вот сегодня такая история происходит во многих странах смотри беларусь популизм то ли что или что или что и это назвать ну что приходит узурпаторы в классе которые не хотят ее отдавать которые готовы делать переворот понимаешь который делают от себя все законы подминают чтобы до сидеть вечно никуда не уходить приходит приходит на выбор а дальше сделать так чтобы уже не нужны были вывода и подминает всю всю страну под себя понимаешь не хотят уходить и эту тенденцию мы видим сразу многих странах понимаешь то есть может быть я верю на самом деле их какие-то астрологические вещи и во влиянии планеты бывнуть что потому что нельзя это объяснить никакими другими способами когда это происходит сразу одновременно в многих странах по всему миру да ну хорошо ладно но потом поколение когда звезды поменяются то как бы хуже не было ну а то они еще встанутся как-нибудь совсем плохо еще всяко может быть но когда ситуация покраситься да вот тогда посмотрит и люди просто вздрогнуты ужаснуться появляется особенность это все-таки когда звезды то получается чтобы ничего сделать не можем к вы просили вы пережидаю а если бы не зайчик а если это все-таки не звезды а это люди но мы как люди можем попытаться участвовать в дальнейшем вот если половина страны половина страны кричат что факты не факты и черная белая белая черная да и ничего с этим не может сделать они так считают да они эти люди просто увидели странно это же не это же еще это же не все еще ну а мы это близко нет половины задел не в этом но есть еще мы все остальные но есть вторая половина вот и все причем они близки нашу такой данный для такой страны там даже 7 миллион ерунда половина вот и просто но жизнь должна как-то расставить это все причем задним числом когда сможешь там еще где-то были перевороты недавно кто-то говорит вот там то фальсифицировали выборы там по себе атаку то знаешь фальсифицировали или нет примешь делать потому что против лома нет приема кроме другого лома ты не можешь доказать ничего если кто-то говорит а у нас система юриспруденты вся коррупционная да и все что у вас тут я говорю если кто-то тебе говорит да она вся коррупционный за 60 64 суда до сказали что ничего нет значит они все подкуплены но наверное вот и получается что уже нету способов доказательств как чего-то другого полная ерунда вот такое время живем и в это время друзья мы заводим собаку покупаем теслу учим студентов значит они свою очередь устраиваться на работу и радуют нас своими комментариями в стримах и где-нибудь на интервью забредут что-нибудь расскажут в общем все это еще и мы сидим на диете занимаемся спортом снимаем видео света воспитываем внучек немножко веселимся как можем да еще мы нарядные цвета побежала себе нарядные ну не знаю относительно побежал в магазин думаю чем такого купить на самом деле под диету ну с одной стороны да подиета как-то вот она не придалась что ли но увидела бараньи ножку такой без кости уже и думаю дай-ка я возьму бараньи ножку так вот я вообще-то не очень большой фанат баранины она для меня тяжеловато я больше как-то курицу рыбу ем баранина хорошо взяла бараньи она жирная я эту ножку делаю очень интересно я ее сделаю в своей этой мультиварке у меня есть к мультиварке крышка которая обжаривает я сначала я положу на решетку обжариваю прямо в этой же мультиварке потом налью вниз яблочного сока немножко уксуса да нашпидаю его естественно чесноком там всякими такими вещами очень многие зрители видя как светлые образы мой и твой меняются в лучшую сторону требует им рассказать про кето диету я сегодня рассказал в стриме что мы пытались привлечь на интервью женщину который этим тренер а я она как-то известная как то есть имя и зовут да и зовут ирина не кашина и у нее есть канал на ютюбе у нее есть ваши каналы в инстаграм ирина не кашин не кашина да по моему то есть это за диетическая фамилия не кашина то есть кашу не едим профессиональный тренер по моему по плаванию а спортивный такой сильный да но что мне нравится в ее самой системе я на самом деле так по честному положа рука на сердце я купила штук шесть разных курсов так вот просто беда одна значит они кроме того что говорят вот кушает она ничего больше тебе не говорят то есть ты не понимаешь что почему и отсюда говорят ладно уж так и быть и электролиты иначе тебе совсем будет хрень то есть давай так много курсов таких что возьмешь и хорошо тебя не станет нет ну понимаешь как если кто-то может взять чужое меню которая уже с размерами порции совсем и слепо ему следовать его не будет давиться от до тогда это все может быть и ничего я знаю людей которые просто купили вот такую программу просто следуя не гаде вообще ничего не понимаю как там считать что там читать ровно три года назад это мы с тобой с этим вот извергом значит так и делали он говорит есть вот этого мы ели это помнишь да но это был кошмар 24 белка в день если ты хочешь все-таки во первых у тебя было как можно меньше всяких побочных явлений потому что это перестройка такая стрессовая для организма уже приходит на другой тип питания на другой тип энергии тогда да вот я считаю что конечно из того что я знаю да я вот я говорю купила пять разных курсов то пожалуй это самый такой целостный и гармоничный и объемный и более того я там прикупил у нее же еще пару других курсов чтобы разобраться немножко так поглубже в теории вопрос да да и о том как жить после но это все недорого как доступно это доступно она живет сама в самаре или это вполне доступно даже не москва в москве было бы дороже вот так что вот такие вот дела ну конечно да иногда голову сломаешь как подобрать это соотношение белков жиров но все-таки мы сами определяем свою диету монет не то чтобы просто чужой рецепт берем нет вообще их не берем в наш я вот выяснила вдруг на протяжении этого времени конечно мы очень много зелья не включена я зелья не могу в таких количествах потреблять я и раньше то мы все ели квашеная а когда я начинаю ездить вроде бы казалось бы она щелочная должна щелачивать до от нее должна проходить изжога у меня наоборот после причем у меня изжога не после еды возникает это вообще очень интересный у меня возьмем и нашим и питаемся два раза в день по с интервальным голодом и получается довольно большие перерывы между едой у меня может быть например изжога начинается когда я спать идут например как табличку или рано утром да ну каждый не будешь таблетку принимать то есть а все зависит от того что я съела там десять часов назад то есть у меня изжога возникает на пустой желудок я могу попить воды просто когда я не ела ничего у меня начинается безумная изжога играет просто караукарище и я просто экспериментальным путем вот мы несколько дней не едим эту траву да мне стало значительно лучше никакой изжоги нет вообще так то есть я сегодня наквасила капусты и думаю что они не разрешают не больше 50 грамм капусты съесть они считают что много углеводов в то же время вот тот софтер на который мы считаем все эти пропорции он несовершенен и он не может считать например растворимую клетчатку и нерастворимую он все считает как углеводы дороге то я к это углевод при чатке вообще-то не то чтобы совсем не нет но снова клетчатка это углевод и углевод это или не углевод обладает и химическим составом постой все-таки углевод он употребляется организмом а клетчатка она насквозь проходит характеристика вода не состоит не в этом а в том что это сможет на химическую формулу если там органика поэтому клетчатка это тоже углеводы но в клетчатка двух видов растворимая клетчатка который усваивается организм и нерастворимая клетчатка который вообще никак не усваивается выходит насквозь дарится утер не не такой степени я вот пользуюсь например софтер называется fat secret fat secret да он не делает разницы то есть он видит что там есть клетчатка когда ты заводишь продукт и он ее приплюсовывает ко всем вечером а то что она насквозь проходит на выходит наоборот она помогает усвоение жиров она выводит и очищает он это не не учит также можно это иностранный со второй российский и причем там если я например хочу найти сало да то там базе данных сало нету а для того чтобы мне найти сало я должна переключить страну как будто я живу в россии в старой россии тогда она мне выбрасывает целую кучу русских видов сал какой-то вкус вилл там шуму всю целую кучу выбирай любую каждый раз когда я покупаю что-то не американское не местного производства интернационально я должны переключить другую страну да если я купила там литовский сыр да да ты должна переключиться на литву и тогда он меня просканирует бар код и распознает его понял интересно сюда поэтому я сало сохранила там просто а то можно свою как бы библиотеку создавать естественно это то что я и готовлю свою еду свет вот тебя спросят люди аж они все время когда вы там спортом занимались когда мы на диете были они сервер как же вы так они вот вы живете в америке и казалось бы имеете доступ там ко всему на свете и так далее и вот в этих условиях у вас тренер там из москвы значит музыкальный руководитель искать из саратова диета у тебя из самары почему же вы расскажем про диету конкретно да давай и наверное про тренеры тоже по своими вкусовыми preference предпочтению да и эти предпочтение очень трудно изменить то есть американцы которые здесь выросли допустим в калифорнии да они с детства жевали эту траву и никаких проблем у них с этим не было мы же жили в ссср там где совсем другое жевали нет зимой вообще никакой не был просто никакой вам даже а что мы ели зимой и 5 сейчас отвечу значит все сегодня можно и судя потому что на курсе вот я занимаюсь другими они даже едят эту зиму очевидно сегодня с этим стало получше что даже среди зимы феврале можно купить зеленые салаты наше время листья салатных наше время ничего такого близко не было когда-то зимой приходил в магазин как-то в москве еще можно было купить например картошку полна половину гнилую до морковку капусту и свеклу да а в киеве картошки в то время вообще не было запасались запасались зимой с осени я помню что мы в кладовку вкладывали картошка на кресне и прорастала огромными газа велками вот поэтому ни о какой такой зелени речи не было вообще но лучок зеленый был нет зимой нет я был репчатый это вот были годы когда он был дефицит его и не был так 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 цинга вообще должна была бы не людей были яблоки были яблоки дать москве были до москве и в киеве были яблоки по очень большому случаю были в киеве апельсины но это очень москве свободно значит что еще то есть апельсины и яблоки спасали москвичей от цинги значит лимоны лимона это был дефицит большой покупался один лимон и отрезали от него по тоненькой долечке такой поперек вот честно вот я не помню что с лимонами лимонами вообще не они стоили по 3 50 там за килограмм это было дорого так и ничего не было поэтому лимоны были в москве москве вот и значит чем люди спасались во первых они спасались домашними заготовками которые они сами делали который следом ли все все в сахаре повторить почему овощи но вот во вторых квасили капусту если сами ли огурцы добра было сколько хочешь причем и бочковые огурцы продавались помидоры зеленые зеленые помидоры источники его 3 литра и квашеная капуста мои родители квасили суши пусть была капуста провансаль называлась хорошая только с клюквой да а мои родители классили как первыми причем они это делали они классили капусту сами и это все было большом количестве у вас шинковница была и у нас маски была шинковница я натирал на ней шинковница не просто вот я видела потом шинковница такие маленькие да а там была вот такая полноразмерная шинковница такая метра два с половиной ну что вы думаете ну вот такая она сколько это больше метра метр вот но я не знаю там размах был такой большой на этой шинковнице папа двумя руками стоял натирал дальше это все они делали размером ведра вот эмалированное ведро да они делали я не знаю сколько там кочану было десять наверно но не я не знаю тоже вот потом это все ставилось на балкон я была довольно быстро ну а ну по мере того как съедал снов она на балконе подмерзла немножко конечно это была капуста так себе она еще поначалу просил немножко а потом такая была соплива который я вообще не могла есть я любила чтобы капуста хрустела все время вот а на рынке был че-то на рынке так на рынке только было покупать рынке чушь как тут выходит пусть прям пойдем черемша потика ну черемша это ли там какая зима нет я веду она маринована да ну очень короче говоря короче говоря не было никакой зелени в наше время а чем питались я скажу мама варила суп с овсянкой суп с перловкой борщ редко когда рассоль не с курицей или с говядиной тому же как придется картошка но летом-то было много летом вот мы жили на даче я помню даже знаешь вот сейчас когда думал это у меня даже во рту такой привкус весенних этих летних овощей и прямо с грядки когда начиналась первая морковочка тоненькая когда первые огурчики редисочка лучок и все это было прямо с грядки опять же клубника прямо с грядки это не так плохо да это все было не так плохо вот и но но зимой например гарнир гарниров основных в нашем доме был 2 так это картошка и гречная каша но вот а вот либо рис например не ели что не тащить как-то с рисом и запорами были проблемы поэтому то считалось что рис крепит до 300 где он в америке рис никого не крепит риса миллион разных сортов там же у нас не было там был один единственный сорт вообще неизвестно какой а в америке когда приходишь в магазин ты видишь сколько там риса разного это может с ума сойти даже одного и того же вида их ранга там жасмин рис и есть просто длинненький рис не жасмин не дизна чего не отличается вот поэтому скудновато питались не было такого разнообразия и мы в общем-то воспитаны вот в этой рутине и конечно наши желудки которые сформировались вот на этом ассортименте еды они никак не приспособлены пережевывать от травы вы возвращаемся к теме почему тренер и другой из отечества пыталась не то что я не пыталась здесь найти диетологов я пыталась но когда они тебе говорят уже навалять полную тарелку травы и к ней взять сухую грудку на этом наше общение с ними заканчивалось как правило больше черевых и между вами не возникало грудку сухую это кошмар просто да ты извращенцы ты живы поэтому вот а юра мы любим просто как родного юра нас может закать лепит но у нас уже все знакомые у юры тренируется они когда видят друзья наши скульптурные тела да и это вообще они понимают что выбора у них нет нет на самом деле такого класса тренера как юра до который был чемпион мира дело же не в этом он же из нас чемпионов не делал и нет дело не в этом за том что он понимает о чем он говорит на такого класса тренер здесь он бы нам влачего бы недоступен то есть это совершенно другие деньги то есть мы почувствовали бы себя сразу бедными нет вообще не имели бы доступа к такому уровню до ну и на самом деле ты смотри как удачно получилось что вы с ним занимались онлайн и поначалу это воспринималось так как-то ну что же такое там физка там спортом онлайн а как пандемия жахнула так вот и у него по моему уже вообще не осталось в отечестве студии ты хочешь он бы она время уже находил было прямо сейчас по-моему опять никто тренировать нет он сидит дома и тренирует у него со всего мира народ там у него из южной африки там и нет из намибии у него кто-то из намибии есть русская женщина врач живет работает в намибии из европейских стран но самое главное все таки уже очень неформальный контакт потому что то что мы съездили с ним отдыхать наш мы не просто увидим картинку в телевизор все-таки мы понимаем и с ним в зале занимались в доминикане вот я бы с ним с удовольствием еще куда-нибудь поехала но получается что в турцию нам ехать далеко далеко вот доминикана получается нет на полпути между ними на несколько доминикана существенно ближе к нам конечно но они такие рейсы там летают но у них чартер сел полетел доминикана гораздо ближе а все-таки у американского континента так значит но другое дело что они там привыкли летать ты знаешь им там они легко летят куда нибудь там в таиланд зачем там лететь там близко все из москвы близко ну а то всюду конечно я не знаю все европу тебя как на ладони а таиланд не европа ты ланджик там от нас ты ланд ну учитывая что вы все на тихоокеанском побережье ну конечно он далеко до далеко летают людей за мы как-то вот что-то мы не по таиландам мы даже на кубе вот не были хотя вроде рядом продавать там делать совершенно нечем то есть там бедно бедно да но если вы масштаб парням молодым там девка девки а так чего этом на кубе то определенный вид сервиса ну да да определенный вид сервис это в мексику все-таки они там уже натренированы и как-то там хорошо так у них в мексике сервисом очень хорошо ну я пыталась конечно мы ездим больше на наши побережья мексиканской да вот но есть даже но тихоокеанской да есть вы еру поехал на том побережье мы как-то были в канкуне канкуне он был на атлантическом нужно том побережье там курорты получше качество на на атлантическом на атлантическом или на тихоокеанском не на на атлантическом на том побережье вы странно как вот канкун выше качеством чем да ты что да да ты что а чем что там не знаю там я ведь я не заметил никак и вот на точки зрения отдыха мы уже тут вот прошлом году мы сгоняли на гавайи давно собирались да как те гавайи стоит ну смотри в целом гавайи я не очень люблю потому что ты рады рой вот при всем при том что это на отшибе хабрак дел не вы это что это просто дыра когда люди ой на малый мы поехали на малый ну пляж и вижу а там не пляж это не там камни одни на малый какие там и самое главное что ты едешь поэтому мало и там огромное расстояние и это просто деревня вообще такая с огромными тараканами ну село село да да то есть там есть конечно нет там пол полоса вдоль побережья небольшая узенькая такая на самом деле нечем заниматься не все просто зеленая природа такая пляж ветвина и да вот так ли аж ресторан шрибинон ну не знаю скучно там ужас а в мексике веселей вот это самое вот тут нам показали что есть время на самый главном острове уаху есть маленький закуточек где вырыли искусственно таких три как бы озера четыре лагунки не озеро то лагуны лагуны они сообщаются с океаном они сообщаются океаном более того они сообщаются камнями из которой перетекает вода то есть одной стороны она перетекает другой стороны нету волн никаких то есть сообщение не прямое а так скорее обрезаны разбивает большие волны то есть там мы снимали добро ровно год назад мы там были да там на на в конце февраля в этом и поскольку все-таки климат на гавайях шикарный до круглый год да ты там практически как вот что на рубе дни аруба это где-то были на рубль от остров до руководительское море до где нет волн где ты болтались в этом карибском и замечательный пляж но в каевском на карибах там все таки убить сезон ураганов и но на ноговаях тоже есть сентябре то есть сезон дождей ураган вот но во всяком случае это очень приближена и это приближу очень доступно это америка это америка всего 6 часов да то есть даже меньше может четыре с половиной да вот это все таки от нашего берега чтобы и близко до себя открыли то есть прошу получается локальные к поехать нам поехать на гавайи все это быстрее по времени чем например на в доминикану конечно в доминикану с пересадкой бушья получается 15 часов ну не 15 ну ну едешь да а здесь раз и все так что опять же друзья если кто хочет на гавайи мы с удовольствием нету подожди пусть пандемия пройдет не должна пройти более того сейчас требования ужесточаются в связи с тем что прививки становится более более доступными уже ходят слухи что тебя например самолет без справки о прививке пускать не будут то есть ты хочешь куда-то полететь пойди сделай прививку но сейчас на гавайи без прививки просто не пускают ну вот и сейчас не пускают да тебя развернут и обратно полетишь то есть раньше говорили что с тестами нужно только по тесту дать если ты не заразный тебе можно прилететь а теперь без прививки сейчас говорят что паспорта должны нести отметку что вот ну на гавайи какие паспорта для американцев ну какой такси вы надо иметь айди ну значит надо иметь какой-то какой-то ксила значит прививочная и в этом есть своя сервера ну на поскольку мы не обрати внимание мы идем по улице человек с собакой и он в маске казалось бы вот никого нет рядом не слева не справа не по ходу ну ничего такого нет а он сознательный такой и идет в маске не очень понятно потому что шансы вот так вот заразиться на улице 0 просто до до воздуха сейчас на нас игнорирует маски мы без нет он не игнорирует он нам кинул головой следы маски но он выше нас он он любит родину и какие да а вы мы ни с кем не общаемся нет прошли вот там была площадка дети играли мимо прошли ни с кем не разговаривали я только что сгонял магазин так как там обстановка это будний день так как будет опять не завтра селишь пятница кусту никому нет работал однако что все так где магазине много совсем бегом 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 так и маски 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 так бегом бегом-бегом купила по барани ножку так все капусты там купила авокадо так так ну что же все это ладно сейчас должно быть такое экономическое оживление потому что несмотря на то что преимущество там в сенате у демократов такой минимально но они в общем-то процессуальными такими уловками сейчас проведут свой там двух триллионный этот пакет и это большое дело будет кроме того у них большие планы еще они хотят на пару триллионов сделать чтобы перестроить там мостыш тоннели дороги это очень большой вклад в экономику с точки зрения создания рабочих мест налогов там и тогда вот и плюс зеленые технологии там еще на пару триллионов то есть планы по расходованию средств очень больших мы уже будем глубоко на пенсии возвращать будут те кто нас сейчас слушают куда них приедут в америку и будут выплачивать по долгам то а мы уже что мы уже расслабимся и вот и будем просто так вот жить и не тужить но очень много знакомых которые сильно переживают про выплаты вот мы беспокоимся как там наши дети какие дети даже выплачивать все это я прячу ты думаешь как-то выплачивать я себе подумаю мы не доживем так что нет но у нас тоже есть дети и внуки но я думаю это уже пусть они сами там разбираются самое главное что мы ничего не можем изменить а просто сидеть и переживать ой как они будут расслабить наша задача состоит в том чтобы при той экономике или при этой экономике наши дети наши внуки наши личные личные имели достаточно ресурсов в виде образования до виде скажем понимание жизни там профессии тогда которая позволит им недвижимость это тоже ты просто передаешь ты можешь передать людям там не знаю на 100 миллионов всяких активов она но поскольку эти люди не богаты ни образованием ни профессии не не способностями да они это все профукают как я не знаю что правильно поэтому главное что мы можем им дать кроме того что после нас что-то останется ну во всяком случае образование образование уже все у нас наша дочь получила я я-то сути про младшее поколение но это же они занимаются ну а мы на подстраховки мы на подстраховки по мелочи по мелочи ну чё друзья иммигрантовоз на месте америка стоит мы принимаем всякие витамины и саплименты так я сегодня уже добавки два раза уже так прошло это 2 пока я на стриме было света любит слушать мой стрим бродя по улицам так что света сегодня вторая бродилка я говорю ходишь-то порожняком бери камеру и броди под разговоры правильно мы посмотрим счастливо друзья до иммигрантовоз в конце сюжета это добрая примета нашего канала счастливо и